МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Номинация – молодежная политика. Приоритет отдается работам по благоустройству спортивных дворовых площадок и общественного пространства. Дополнительные баллы получают сразу номинация «Молодежная политика», «Спорт для всех», но это массовый спорт, детские площадки и общественное пространство. Если эти проекты будут представлены и защищены успешно, и сумма финансирования их составит меньше 50% предусмотренного в финансированной области, например, на 20 миллионов область должна участвовать, то они вообще без конкурса допускаются. А вот дороги, согласно правилам, будут финансироваться по остаточному принципу. Еще один новый критерий – информационное сопровождение проекта в соцсетях. Оценивать проекты будут по публикациям, репостам и лайкам. Чтобы инициатива прошла этап онлайн-голосования, необходимо набрать не менее 300 голосов. Также свои баллы выставляет и экспертная комиссия. В прошлом году инициаторами два муниципальных учреждения выступили, молодежный центр. Я считаю, что проект получился очень хороший. Они реализовали комплексную молодежную площадку на территории. И в этом году также они сейчас формируют заявку. Они хотят продолжить там работу по устройству летнего кинотеатра на открытом воздухе. Депутат Иван Ситников в этот раз в рамках «Вам решать» заявляет два проекта. Первый из них – расширение стоянки у дома 2А на улице Победы. Такая просьба поступила от жителей многоэтажки. Депутат уже выносил проект на конкурсную программу «Вам решать» в прошлом году, но не набрал нужное количество голосов. Сейчас проект подорожал более чем на 300 тысяч. Эти работы интересны жителям этого дома. Но они могут быть неинтересны жителям Силкина, Шверника, Радищева, Юности. В этом отношении, пользуясь случаем, я хотел бы попросить помощи у наших горожан. Проголосуйте, пожалуйста, за данный проект, потому что он должен вписываться в комплексное развитие данной территории. Я уже говорил, как смотровая площадка. Второй проект Ивана Ситникова – благоустройство дворовой территории в районе дома 3 по Северному переулку. Здесь депутат с инициативной группой жителей хотят также сделать парковку для автомобилей, лавочки, малые архитектурные формы и асфальтированные тропы. Проект предполагают разделить на два этапа. Там, где люди уже создали эти тропинки, там предполагается их замостить. Причем ни одно дерево не пострадает. И между этими тропинками будут и малые архитектурные формы, лавочки, скамеечки, урна, цветники, выбивалки, ну, современные такие. Значит, предполагается и спортивная площадка для детей. Чтобы принять участие в программе «Вам решать», необходимо собрать инициативную группу от 10 человек, обсудить будущий проект и сообщить о своем решении в Департамент городского хозяйства. Консультацию можно получить по телефону 977-97. Церемония «Лучшие из лучших» в Сарое проходит каждый год в День науки. В центре внимания школьники, которые добились выдающихся результатов в учебе и дополнительном образовании. В этом году акценты слегка сместились, чествовали не только детей, но и их педагогов. Церемония стала символическим стартом года педагога и наставника, объявленного в России. Не бывает неталантливых детей, они каждый обладают своей изюминкой, но я надеюсь, что вот именно вам повезло с вашими наставниками, что они нашли вашу черту и провели вас сквозь бурю, сквозь неудачи. Иногда отеческим подзатыльником направили на дружный путь, и результат уже здесь. Алексей Сафонов особо поблагодарил учителей и тренеров, педагогов дополнительного образования, тех, кто передает свои знания и опыт, помогает и подсказывает сложные ситуации, делится частичками сердца и души. Награду из рук главы города в этот день получили 15 детей и их педагогия. В конце церемонии на сцену поднялся один из награжденных, Лев Цветков. Дорогие учителя, наставники и педагоги, ваша профессия самая благородная, сложная и важная. Вы делаете этот мир лучше. Под вашим руководством мы проходим через многие трудности, переодолеваем их и получаем отличный старт для дальнейших свершений. Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Большинство из детей участников церемонии отличились не только в одной сфере. Они успешно совмещают учебу, спорт и дополнительное образование. Ездят на конкурсы и конференции. Ксюша Зайнена ученица третьего лица. Играет на синтезаторе, любит танцевать. Катается на горных лыжах и сноуборде. Пятый год занимается в детской школе искусств под руководством Анжелики Ермаковой. Это очень важная для меня награда. Мне очень приятно ее получить. Ее я получила из успеха в вокале. В 2022 году я участвовала в больше, чем 20 конкурсах. В половине из них я была лауреатом первой степени. Эту награду, я считаю, что награду получила не только я, но и мой педагог. Потому что если бы не ее упорство и вера в меня, то я бы не была сейчас здесь и не получила бы эту награду. В финале церемонии ее участники сделали общее фото. Оптимизация процесса плановой госпитализации – один из проектов, который успешно реализуют в поликлинике номер один. Запустили его в прошлом году, а в январе подвели промежуточные итоги. Самое главное, чего удалось достичь – сокращение сроков. Сделано это в первую очередь для удобства пациентов. От момента назначения плановой госпитализации до того, как пациент попадает в стационар, для оказания специализированной помощи по территориальной программе госгарантии, может пройти до 10-14 дней. Мы взяли амбициозную цель, чтобы этот срок был не больше 5 дней. Сейчас у нас реально этот срок – 3 дня. Раньше на приеме доктор отправлял пациента домой в ожидании звонка. И сколько надо было ждать, было непонятно. Сейчас в большинстве случаев человек сразу же на приеме. Врача получает точную информацию о дате и времени, когда он ложится в стационар. Благодаря программе, которую мы разработали, благодаря большой работе между поликлиниками и стационаром, которая была проведена, у нас эта связь установлена, разработана электронная программа, которая учитывает места в стационаре и предоставляет их амбулаторным врачам, которые работают в поликлиниках. И врачи могут уже сразу же, открывая программу, видеть и планировать своих пациентов. Изначально в проекте было заявлено 3 терапевтических отделения. Сейчас в программе участвует 8 стационарных отделений. Все укладываются в заявленные сроки. Пациенту не нужно волноваться о том, что он не успеет пройти необходимые исследования. Благодаря новым автоматическим анализаторам в лабораториях результаты получают либо в тот же день, либо на следующий. Предстационарные обследования тоже делают за один день. Мы доработали этот проект в том плане, что если вот конкретно сегодня во время приема подходящего места вам доктор не может назвать, то у нас есть специальный лист ожидания автоматический, мы разработали, когда вам об этом сообщат завтра, максимум послезавтра. То есть уже не нужно будет самому звонить, спрашивать, а что, когда. У нас специальная программа, которая вам завтра или послезавтра сообщит, когда все-таки ваше место будет забронировано. Проект хотят расширить и на отделение хирургического профиля, хотя в силу специфики их работы сделать это сложнее. Еще один ПСР-проект, который реализовали в первой поликлинике, пожалуй, бросается в глаза больше всех. Это ремонт и обновление холла. Открыли его осенью, и соровчане уже успели насладиться комфортом и удобством. Мне очень понравилось, когда я пришла сюда, я увидела вот такое светлое помещение и просторное. Стало очень приятно. И причем вот стала запись к врачу, очень удобная. Подходишь, тебя сразу записывают. Если нет врача, значит, записываешься в очередь на какое-то время. И еще ни разу не обманулись, всегда позвонили. Позвонили через какое-то время, пригласили. В общем, очень удобно стало. В этом году запланирована реализация нескольких крупных проектов. Один из основных – создание отделения реабилитации пациентов, которые перенесли травму, либо имеют заболевание опорно-двигательного аппарата. Таких больных много, им нужно комплексное реабилитационное лечение. Сейчас подходы к этому реабилитационному лечению очень изменились. Если раньше делался акцент на физиолечение, на различные виды электросвета, лечения, прогревания, то сейчас в гораздо большей степени реабилитацию связывают с разработкой конечностей на тренажерах специальных, лечебных. Я не имею в виду силовые, те, которые вы видите в спортзалах. Это специальные медицинские тренажеры. Но упор сделается сюда. Да, это достаточно дорогостоящее оборудование. Но мы в рамках нашего проекта, надеемся, будем иметь возможность приобрести это оборудование, создать специальное помещение, собрать какую-то команду медицинских работников и достаточно эффективно, опять же, в какие-то короткие сроки реабилитировать наших пациентов. Гипертоническая болезнь, причина грозных осложнений, острых сердечно-сосудистых катастроф, инфаркта миокарда, инсульта. Из-за повышенного артериального давления может развиться хроническая сердечная недостаточность. Не зря гипертонию называют тихим убийцей. Она подкрадывается незаметно, а ее симптомы легко принять за что угодно, но только не за признаки опасной болезни. Как себя обезопасить и как жить, если болезнь уже есть, рассказали саровчанам на Школе здоровья. Чтобы не достичь этих конечных точек, необходимо вовремя профилактировать заболевание. Нужно понимать, что если вовремя предпринимать определенные меры, корректировать факторы риска, ежедневно принимать лекарственные препараты, то с заболеванием можно справиться. Гипертоническая болезнь – это хроническое заболевание. И работать нужно с молодым населением, которое находится в группе риска развития данного заболевания, либо которым не так давно диагностировано этот процесс. Своевременная профилактика, коррекция определенных показателей позволит нам достичь успешных показателей. Пациент будет трудоспособен, снизится риск инвалидизации, повысится качество жизни такого пациента. Обилие жирной, жареной или соленой пищи, неумеренное потребление сладостей, отсутствие двигательной активности, стресса, отказ от выписанных лекарств, недостаточный контроль за артериальным давлением. Все эти факторы могут привести к развитию гипертонии. Но самый главный триггер – курение. Курение и сахарный диабет вас ждет инфаркт или инсульт. Курение и артериальная гипертензия вас ждет инфаркт или инсульт. А если курение продолжается на фоне состоявшегося уже, сердечно-сосудистая катастрофа уже была в анамнезе инфаркта, или транзиторная ишемическая атака, или инсульт, и мы уже занимаемся вторичной профилактикой, а вы продолжаете курить, ну, успеха от медикаментозной терапии не будет. В этот раз, помимо постоянных участников школы здоровья, на встречу пришли и студенты Саровского медицинского колледжа. Материал был достаточно интересный. Какую-то информацию я уже знала из того материала, что мы изучаем. На какие-то наводящие вопросы я уже знала ответы. Было очень увлекательно. Я думаю, что каждому горожанину, каждому человеку нужно обязательно побывать на такой лекции, чтобы знать больше о своем здоровье, как избежать проблем со здоровьем. Очень интересная лекция была о отказе от курения, о правильном питании. Я считаю, что для нашего населения это очень нужно знать. В следующей встрече школы здоровья будут посвящены отказу от курения и ожирения. В конце прошлого года в регионах присутствия Волговятского ГУ Банка России существенно увеличилось производство машин и оборудования для различных отраслей экономики, в том числе в рамках импортозамещения. Повышенным спросом пользовалось оснащение для агропромышленного комплекса, транспортного сектора и нефтегазовой отрасли. О росте числа заказов и высокой загрузке мощностей сообщили сразу несколько предприятий. Например, это производитель сельхозтехники из Самарской области, завод трубопроводной арматуры из Пензенской области и приборостроительное предприятие из Мариэл. Расширялась и линейка выпускаемой продукции. Так, в Дмуртии было налажено производство оборудования для нефтедобычи, а в Чувашии для железнодорожных вагонов. Автомобилестроение также приспосабливается к новым условиям. В частности, в январе завод в Нижегородской области возобновил выпуск одной из моделей автомобильных двигателей. Для подготовки доклада «Региональная экономика» комментарии ГУ специалисты Банка России использует максимально широкий круг экономической информации, доступной на местном уровне, дополняя официальную статистику данными опросов предприятий, оценками аналитиков и отраслевых объединений. Всего в мониторинге предприятий Банка России участвует более 14 тысяч компаний со всей страны. Дикие лисы в последнее время все чаще заходят на территорию населенных пунктов. Увидеть их можно и в городской черте Сарова. Появление рыжих плутовок рядом с домом человека должно насторожить. Для них такое поведение не характерно. Возможно, лиса, которая вышла к людям, заражена бешенством, смертельно опасным заболеванием. Один за другим район Межгородской области оказывается на карантине по этой болезни. Сотрудники ветеринарного управления выявляют там бешеных лис, собак и кошек. Передача данного вида вируса может происходить только через контакт, по кусту, через слюну, которая слюна попадает в организм животного или человека. По нервной системе поражает центральную нервную систему, что вызывает необратимые процессы и приводит к летальному сходу и к проявлению клинической картины этого заболевания. Заболеть могут и домашние питомцы, которые не выходят из квартиры. Человек на обуви может принести вирус, который попадет на слизистый или на ранку вашей кошки или квартирной маленькой собаки. Инкубационный период бешенства до 10 дней. Настрожить хозяина должно изменение в поведении животного. Например, собака, не склонная к общению, становится вдруг очень ласковой или наоборот. Затем животное отказывается от корма, и у него наблюдается обильное слюнотечение. Спасти его уже нельзя. Вирус животное может передать человеку. Нужно учесть всем жителям, также и владельцам животных, и, не дай бог, кто пострадает, что обязательно нужно владельцам животных в первую очередь сразу обратиться в ветеринарную клинику для регистрации этого животного, для регистрации случаев покуса, чтобы можно было принять соответствующие быстрые меры для того, чтобы спасти жизнь человека. Успех вакцины к профилактике бешенства у человека сильно зависит от того, насколько быстро вы обратитесь за помощью к врачу. 40 уколов в живот давно никто не делает, вам ведут вакцину и отпустят домой. Сделать это обязательно нужно, если вам не знакомо животное или вы не знаете, привито ли оно. Считается, что прививка – лучшее средство профилактики бешенства. Действует она год. Одновалентную антирабическую вакцину в госветклиниках делают бесплатно. Для того, чтобы более полно охватить этот процесс вакцинации животных против бешенства, мы пошли на такое мероприятие, как выездная вакцинация. Мы организовали шесть мест непосредственно в старой части города. И сейчас, каждый последний воскресенье месяца, будет выезжать машина «Соболь» вишневого цвета, на котором будут висеть плакаты о бесплатной вакцинации против бешенства. Акция будет проходить в течение года. Подробности можно узнать в госветуправлении Сарова по телефону 49200. Киноуроки в школах России. Проект, который стартовал в 2015 году с первым детским художественным короткометражным фильмом «За руку с Богом» на тему бескорыстия. После положительных отзывов педагогов и родителей, создатели проекта продолжили снимать короткометражки, которые в своем сюжете раскрывают одно из ценностных человеческих качеств – дружба, преданность, милосердие, мужество, патриотизм. Фильмы показывают в школах и других образовательных учреждениях страны. Киноуроки создают на средства, собранные от акции киноэкология. Наша библиотека тоже ведет работу с этими фильмами. Они вместе с библиотекарем смотрят это фильм, потом уже обсуждают тему, которая заявлена именно в этой картине. Эти фильмы снимаются на деньги, которые были получены от сдачи макулатуры. Мы присоединились к этой акции. От Нижегородской области также планируют снимать фильм на тему «Любовь». Чтобы внести свой маленький вклад в создание киноуроков, библиотека Пушкина предлагает саровчанам сдать макулатуру в рамках благотворительной экологической акции «Киноэкология». Принести можно картонные бумажные коробки и упаковки, ненужные книги и журналы. Необходимо обратить внимание, чтобы бумага не содержала лишних предметов и вставок, скрепки, фольгу, пластик. Нужно просто сдать ненужную вам макулатуру и принести ее к нам в центральную библиотеку или филиалы на Силкино и на Мозруково. Эта акция уже стартует с января месяца и длится три месяца. До марта мы тоже собираем. До конца? До конца марта, да. Принести макулатуру можно в часы работы в библиотеке Пушкина. Справки по телефону 9 17 40. Девять дней ярких, интересных и насыщенных занятий с педагогами из лучших вузов страны. Завершились 20-й зимний физико-математический турнир и 6-й турнир «Юный биолог». Старшеклассники города собрались в актовом зале 3-го лицея на торжественное закрытие и подведение итогов. В этом году в традиционном турнире приняло участие 106 школьников. Я в зимнем турнире участвую уже не в первый раз и мне каждый раз очень нравится, потому что здесь очень хорошие преподаватели, с помощью которых я приобретаю очень полезные знания, которые мне пригождаются на олимпиадах различного уровня. Хочется оставить свое пожелание, чтобы помимо летней и зимней школы организовали весенние и осенние турниры, потому что большинство олимпиад выпадает именно на этот период, и хотелось бы лучше подготовиться. Проект «Молодые таланты Сарова» «Рфятсвнеев» на протяжении нескольких лет организовывает зимнюю физико-математическую и биологическую школы для учащихся 9-11 классов, желающих выйти за рамки стандартной программы. «Молодые таланты Сарова» – это возможность для ребят в течение всего года постигать сложные науки и решать нестандартные задачи. В этом году летняя физико-математическая школа состоится на базе лагеря «Гайдар». «Все олимпиады региональные, и потом, надеюсь, все-таки заключительный этап. Мы на вас возлагаем вашей надеждой, я всегда это говорю. Летний лагерь, наконец-то, мы надеемся, состоится. Мы уже так отвыкли, да, Елена Дорфина от «Гайдара». Но надеюсь, что все-таки туда попадут те, кто действительно хочет своему сердцу доказать, самому себе и всем остальным, что может. И там, в общем, будет тоже серьезная работа». Все участники турниров получили сертификаты, а победителей и призеров «Олимпиад» наградили дипломами. Все необходимое в одном телефоне. Новое приложение «Госуслуги авто» содержит в себе все документы в электронном виде, водительские права и свидетельства о регистрации транспортного средства. Кроме того, через приложение можно записаться в ГИБДД для регистрации транспорта, получения или замены водительских прав. Можно оформить электронный европротокол при ДТП или сделать фотофиксацию при оформлении бумажного бланка, оплатить или обжаловать, автоштраф онлайн, доверить управление другому водителю, получить выписку из реестра транспортных средств с информацией об автомобиле. При остановке водителя, используя данный сервис, формируется специальный QR-код, который считывается специальной программой сотрудника ГИБДД и данные водителя, его водительское удостоверение отображается и, соответственно, происходит проверка. Чтобы начать использовать «Госуслуги авто», нужно скачать приложение на телефон и авторизоваться с помощью учетной записи «Госуслуг». Все документы автоматически загружаются в приложение из базы данных ГИБДД. Чтобы предъявить тот или иной документ, необходимо нажать кнопку «Предъявить документы». После этого приложение сформирует QR-код, который инспектор считает через планшет. Предъявлять водительское удостоверение в «Госуслугах авто» можно даже без доступа к интернету. Пример ситуации – в семье один автомобиль. Жена, муж, если взрослые дети, дети используют один и тот же автомобиль. Муж уехал, приехал или уехал в командировку, документы на машину забрал или забыл там где-то оставить. Жене надо использовать автомобиль. Где она возьмет? Без документов ездить нельзя. А тут, пожалуйста, в телефоне все привязано. Сейчас сервис «Госуслуги авто» работает в тестовом режиме. Поэтому сотрудники ГИБДД напоминают, что водители все равно обязаны иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. Через несколько месяцев выпускникам школ придется сделать непростой выбор. Куда поступить? Какой вуз выбрать? Эти вопросы волнуют многих школьников уже сейчас. Они листают в интернет, читают отзывы, спрашивают у старших знакомых про учебные заведения. Про высшее образование и учебную жизнь лучше всего могут рассказать сами студенты. Поэтому гостями классной встречи во Дворце детского творчества стали студенты Нижегородского филиала Института управления РАНХИКС, Артем Белавин и Виктория Груздева. Мероприятие прошло под эгидой российского движения детей и молодежи «Движение первых». Самое главное – это подойти очень ответственно к выбору направления и выбирать то, что тебе действительно нравится. Возможно, сейчас ребята чем-то увлекаются, и свое хобби можно в дальнейшем преобразить в профессию и работать уже именно в той сфере, в которой тебе круто, в которой тебе комфортно. Студенты поговорили со старшеклассниками об учебе в ВУЗе, о системе специалитета, бакалавриата и магистратуры, о практике в бюджетных и платных местах. В частности, Артем и Виктория рассказали ребятам об институте РАНХИКС, его особенностях, направлениях и факультетах. Гости поделились своими историями выбора специальностей и ВУЗа. Одна из тем встречи была о том, зачем современные молодежи – высшее образование. Это помогает развивать различные навыки и софт, и хардскиллса, потому что у нас в Академии не просто, допустим, студенты учатся, а занимаются общественной деятельностью, научной деятельностью, спортивной деятельностью, и благодаря этому развивают свои дополнительные навыки, которые они не получают в ходе образовательной программы. Занимаются спортом, достигают каких-то спортивных достижений, получают разряды спортивные. Классная встреча прошла в формате живого диалога. Старшеклассники задавали студентам вопросы, а самые активные участники мероприятия получили подарки от студентов символик института РАНХИКС. Ребята, я скажу, что молодцы, мне очень понравилась эта встреча, и, по крайней мере, мне она помогла определиться с выбором ВУЗа. Но после этой встречи я, как минимум, на 100% уверен, что РАНХИКС будет одним из тех ВУЗов, в которые я буду подавать свое заявление. После встречи старшеклассники подходили к студентам и продолжали задавать им вопросы. Клеить и рисовать, мастерить макеты, делать подарки, узнать много интересного на занятиях, посмотреть детское кино. Худушная галерея подготовила программу «Первоклассные каникулы» для самых маленьких школьников города, которые на следующей неделе будут отдыхать от уроков. Каждый час с 13 по 17 февраля там будет что-то происходить. В 10 часов каждый день будет познавательная программа. Понедельник, среда и пятница – это наша интерактивная программа «Зимнее волшебство», которая проходит вот здесь. И для просто посетителей художественной галереи здесь развешаны картины, зимние пейзажи. Но они висят ровно в том порядке, в котором они звучат в программе «Зимнее волшебство». В этой программе есть и творческая мастерская. Кроме того, к галереи представят и две новые программы. Во вторник пройдет занятие, посвященное мозаике, а в четверг ребят познакомят с пейзажами. Творческие мастерские будут идти отдельно каждый день в 12 и в 2 часа. Вообще мы представляем на этих каникулах 9 разных творческих мастерских. 8 из них посвящены, естественно, зиме. Там интересные названия. И кто спит в зимнем лесу, и снегирей будем делать, и разные-разные совершенно материалы использовать. А 17 февраля ребята в преддверии праздника сделают открытку в виде танка. На групповые мероприятия в художественной галереи нужна предварительная запись по телефону 70287. Кроме того, малышам предложат кинопрограмму. Это и новый выпуск мультов кино, два анимационных фильма и новый российский фильм «Гори-гори ясно». Этот фильм не был в прокате. Он в 22 году вышел в фестивальных показах. Он еще только готовится к прокату. А вообще фильм художественный снят по пьесе Самуила Яковлевича Маршака «12 месяцев». И, конечно же, история эта положена в основу этого фильма. Библиотека имени Пушкина тоже ждет первоклассников на каникулы. По будням в 14 часов для детей будут работать творческие мастерские и интерактивные площадки, экологический практикум и творческая лаборатория. А 14 февраля там пройдет День книгодарения. Все мероприятия для лиц старше 6 лет. Нижний Новгород, Семенов, Арзамас, Первомайского, Ачевы, Собор. Лыжники со всего региона в выходные съехались в Саров, чтобы принять участие в областном первенстве. По итогам соревнований лучших из них отбирали для участия в первенстве России в Сыктывкаре. Сегодня у нас дистанции классическим стилем. Это девушки бегут у нас 2007, 2008, 2009, 2010 года рождение. Дистанции 3 километра. И мальчики, соответственно, этих возрастов, они бегут дистанцию 5 километров. Завтра у нас состоятся гонки свободным стилем. Достойную конкуренцию областным спортсменам составили воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». Практически на каждой дистанции во всех возрастных группах у саровчан есть призовые места. Двое наших спортсменов, Дарья Зюзяева и Александр Зарубин, отобрались на первенство России. А вот Карине Мейнковой буквально пары секунд не хватило до третьего места. Бежали классическим стилем, 3 километра. Причем сегодня гонка не пошла, было прям тяжело. Есть очень сильные девочки, все подтягиваются, то есть ты растешь, другие растут. Лыжными гонками Карина занимается 5 лет. Год назад девушка перешла к заслуженному тренеру России Николаю Седову. Летом спортсменке удалось достичь первого крупного успеха на соревнованиях по лыжеролерам. И останавливаться на достигнутом она не собирается. У меня какое-то удовольствие от этого. Там день не удастся, плохо пойдет. Я встану на лыжи, у меня как сама вот эта вся злость, негатив у меня остается на трассе. То есть после тренировки я получаю какое-то удовольствие от этого. В выходные на лыжной базе пройдет массовая всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», в которой примут участие все желающие – от дошкольников до ветеранов спорта. В конце прошлого года 10 баскетбольных команд школ города столкнулись на паркете в борьбе за лидерство в рамках Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Спортсмены играли по круговой системе в двух группах. Матчи за призовые места были напряженными. По итогам городских соревнований победителем стала команда «Лицей номер 3». Она представила Саров на дивизиональном этапе «Кэсбаскета» в городе Выксе. К нему, я считаю, физически были все готовы, но была плотная тактическая подготовка, дополнительные задания, занятия с тренерами, разбор всяких комбинаций. Тяжелые игры были с Выксой, ну, самые тяжелые, и с Колебаком, с Сардатовым проблем не было. В Выксе саровчане столкнулись с серьезными соперниками. Многие из них были намного выше игроков «Лицей номер 3», поэтому обыграть конкурентов было непросто. Но собрав всю волю в кулак, лицеисты выбили лидерство на последних секундах и взяли первое место в финале дивизионального этапа. В полуфинале чемпионата «Кэсбаскет» саровчане столкнулись на паркете с Нижним Новгородом, Кстовом и Арзамасом. В полуфинале столкнулись со сильной командой, и вот, одну игру выиграли, Арзамасу проиграли. Если бы Арзамасу выиграли, прошли бы дальше. В Арзамасе был, так сказать, юноша, который играл очень сильно, вот мы не смогли его удержать. Из-за этого проиграли. Он намного очень очков забил. Не удалось сыграться, так сказать. Из-за этого проиграли. На полуфинале саровчан ждали новые испытания. Команда вышла на паркет не в полном составе, поэтому бороться за золото было тяжело. Саровчане уступили победу Нижнему Новгороду и Арзамасу и стали призером полуфинала, заняв третью строчку турнирной таблицы. Я, в принципе, знал, что мы выйдем так далеко, потому что команда у нас более сильно собралась. Все вместе ходили, играли, тренировались почти каждый день. Я, в принципе, ожидал, что мы куда-то пройдем. Поздравляем юных баскетболистов и желаем дальнейших спортивных побед и блестящих результатов. Субтитры подогнал «Симон»!